Мы с вами сейчас находимся на строительном городке. Выполняется работа системы утепления фасадов «Суфтермаленд». У нас эта технология применяется с 2014 года. И очень хорошо себя зарекомендовала, как в монтаже, так и в эксплуатации. Дышит, не горит. Такое утепление, видно, сейчас проходит в большей части старого города. Позволяет сохранять тепло в многоквартирных домах и придает опрятный вид фасадам. Многие уже могли заметить единый стиль. Это отметили и гости муниципалитета, представители фонда капитального ремонта и областной ассоциации председателей многоквартирных домов. Капитальный ремонт меняется, и мы сегодня видим довольных жителей, которые очень благодарны и подрядной организации, фонду капитального ремонта и даже управляющей организации, потому что есть сегодня синхронизация работ, когда одновременно делается и фасадная работа, и меняется кровля, и ремонт в подъезде происходит. Что важно при капитальном ремонте? для того, чтобы как можно больше было благодарных жителей. Это, разумеется, качество, это в том числе и скорость. Не должно быть такого, чтобы были работы растянуты на несколько лет. И качество, и скорость – все эти моменты в муниципалитете отработаны на пять. Может, поэтому его и выбрали для проведения пресс-тура. На днях «Видное» приехали представители различных региональных СМИ, чтобы на примере Ленинского округа узнать, как в современных условиях должен выглядеть капитальный ремонт. Гостей приятно удивили подъезды некоторых домов в старой части города. Совсем другой уровень. Безопасные материалы, актуальные стилистические решения. Удар основной на исполнение трехлетней программы. Да, есть компетенция – это лифты, это газ, это внутренние инженерные системы, и это кровля. Это то, что беспокоит людей, потому что жить, понятно, в протекаемой кровле просто невозможно. Если нет воды горячей, невозможно жить. Вас не будет интересовать вот такой красивый фасад. Зачем он вам нужен? Договоры подписаны, подрядные организации определены. Задача фонда сейчас – отслеживать выполнение работ. Причем все эти работы выполняются по согласованию с жителями. Перед тем, как в многоквартирном доме начнется капитальный ремонт, администрация и депутаты проводят не одну встречу с населением. Учитываются пожелания. За ходом ремонта также следят жильцы. Чаще всего это старшие по дому. Мы проводили собрания, жители выбирали, что им и как сделать. Все это как бы согласие жителей. Общим домовым собранием мы это все проводили. К ремонту мы шли, к такому ремонту, скажу, очень качественно, мы шли более 50 лет. Работа эта непростая. И, конечно, вот этот механизм нужно отстраивать. Мы справились с этим, но готовы опытом поделиться и помочь нашим коллегам. Всегда рады. Председатель совета дома номер 37 по проспекту Ленинского комсомола Галина Лутовинова, как никто знает, весь процесс подготовки дома к капитальному ремонту. Люди все разные и потребности у них отличаются. Но к консенсусу жители пришли быстро. Говорят, этому способствовала политика чуткой власти. Внешне всем нравится, что дом красивый, новый, чистый. Теперь остался только капитальный ремонт, конечно, внутренним коммуникациям сделать. Сейчас в округе к капитальному ремонту подходят комплексно. Часто работы синхронизируются. Вместе с капремонтом многоквартирных домов в порядок была приведена и территория возле кинотеатра «Искра». Одна из самых востребованных центральных частей города Видное. Вся вот эта вот красота нас подвигает и самого жителя к тому, чтобы он наводил порядок и на своей территории. Ведь наша самая главная задача, чтобы житель не ограничивал территорию своего проживания входной двери в квартиры. А это же все для жителей. Вот сначала было расширение до подъезда, да, ремонт подъезда, как мы сегодня подъезды видели. Следующий этап – это двор, да, программа. Придумавая территория, да. Собственно, и мы постепенно расширяем реол заказа на вето жителей и на территорию благоустройства общих территорий. В Ленинском округе более тысячи многоквартирных домов. Половина из них уже в программе, которая рассчитана до 2050 года. Чтобы справиться с этой задачей, каждый год капремон должен выполняться не менее чем в 100 строениях. Юлия Пагасиан, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.